Ассаламу алейкум. Добрый вечер. В первую очередь, конечно, хочу поздравить наших болельщиков. Победа нужна была. Она была очень важна в плане турнирных перипетий, стратегии турнирной. И, конечно же, хочу поблагодарить наших ребят, которые сегодня, несмотря на то, что соперник, ну, откровенно играл, скажем так, в жестко оборонительный футбол. В жестко оборонительный, причем, подчеркну, плюс с элементами симуляции и затягивания времени. Ну, ребята молодцы. Тяжело было, погодные условия. Выдержали этот темп, заставили ошибиться. Конечно, игра должна была закончиться еще в первом тайме. Создали огромное количество голевых моментов. Вот, к сожалению, с реализацией немножко сегодня хромало. Ну, и, скажем так, тем ценнее эта победа, что она добыта вот в такой борьбе. Еще раз, парни показали и всем болельщикам, насколько они одержимы, насколько они пришли сюда играть помимо контрактных обязательств еще и за идеи. Я благодарен им. В целом, подводя итоги первого круга, считаю, что сыграли достойно, несмотря на то, что целая группа футболистов влилась в состав и практически некоторых нужно было заново обучать некоторым моментам, связанным с нашими требованиями тактическими. Ну, думаю, все выдержали сегодня, все без исключения, в частности, те ребята, кто вновь пришли, те ребята, кто уже с прошлого года, сыграли достойно и одержали эту важную победу. Однозначно мы понимаем, кто будет, в основном, бороться за митрость. Действительно, это два достойных клуба, которые и сейчас достаточно хороший у них состав, наверное, будут какие-то изменения связаны с селекцией. Но хочу сказать, что мы же тоже читаем прессу и слышим, идет откровенно, это радостный момент, идет подъем нашего футбола. В чем он выражается, что в футбол инвестируются деньги. Поддержка постановления президента нашей страны, она дает возможность многим командам достойно материально-техническую базу свою содержать, плюс инвестировать и финансировать клубы, где есть возможность приглашать хороших футболистов. Я думаю, от этого только будет выигрывать наш чемпионат. Ведь не секрет, если много будет сильных клубов, и чемпионат будет интереснее. В пример тому прошлогодний сезон, где до последнего тура всех наших болельщиков держал в напряжении по поводу распределения мест в турнирной таблице. Ну и мы тоже, соответственно, думаем, как же дальше двигаться. Хотя состав у нас, в принципе, уже устоявшийся, все позиции, в принципе, дублированы. Ну, все равно будем думать, плюс целая группа молодых футболистов. Сейчас вот Ю-17, мальчики добились путевки на чемпионат мира. Там четыре парня из Новобахора. Это большое достижение. Они будут представлять нашу страну на чемпионате мира в Индонезии, да, по-моему. И плюс четверо талантливых ребят уже будут здесь конкуриваться. Они и до этого с нами здесь работали, в принципе, уже на подходе. Поэтому селекция 24 на 7. Кто лучше подготовится ко второму кругу, наверное, у того и будет больше возможностей. Конечно, была спешка. Однозначно, была спешка в завершающей стадии. Не было хладнокровия при завершении наших атак. Ну, опять-таки, это все объяснимо. Есть такой момент, который я постоянно подчеркиваю. Боссом давление, которое есть на Мангане. Не каждый футболист это выдерживает. Поэтому идет естественный процесс. Те ребята, которые выдерживают это давление, могут под давлением выполнять те или иные технические элементы. Это, конечно, уже признак класса. Поэтому у нас тоже есть кое-какие наработки. Но в целом, я говорю, к ребятам претензий нет. В любом случае, была одержимость. Не нытьем, так катанием. Если у нас не получалось за счет мастерства, то я думаю, что мы в первую очередь дожали мощью, давлением и были большие скорости. Поэтому и соперник, в конце концов, пропустил гол. По поводу Урунова. Небольшая травма, поэтому мы не стали рисковать, чтобы она усугубилась. Он проходит лечение, уже приступил к тренировкам. Что касается Даврона, у него была четвертая карточка. Он просто пропускал ее по дисквалификации. Он жив и здоров. Ну, действительно, нам не хватило и Даврона, и Остона. Это наши ведущие футболисты, игроки основы. Поэтому дай бог, чтобы они уже к следующим играм подошли. А у нас есть целый месяц. Я думаю, к первой официальной игре второго круга все будут готовы. Закрылась. Возвращаемся к трансферам в Тишине, тогда они эффективны. Когда раньше времени начинаешь выплескивать какие-то сенсационные вещи, то это иногда и не срабатывает. Пример был, когда между двумя клубами у нас завязалась борьба по Марушичу, хотя с этим парнем мы давно вели переговоры в свое время. Поэтому у нас есть наработки, пресса, пресса Таше наш официально объявит, когда уже сделка будет завершена. Конечно, мы работаем, но в первую очередь я хочу сказать, что мы сейчас работаем о привлечении молодых наших футболистов. Опять-таки, возможности Новобахора не безграничны. У нас оптимальный бюджет, и поэтому постараемся укрепиться в первую очередь молодыми футболистами, где, ну скажем так, не так материально затратно, где есть одержимость, здесь большое желание и талант. Мы в этом плане есть опыт раскрывать талантливых футболистов, поэтому будем больше на молодежь опираться. Капитан Рахмат. Рахмат.